коллеги всем привет сегодня продолжим некоторые упражнения опять же с блейзером это будут опять основы немножечко про css особенно про его изолированность ну и поиграемся с имптом так поехали и так в прошлом видео мы играли со страницы которая называется exercise здесь сделали статус компонент который может подсвечивать компонент ну собственно греб этом сейчас нам нет необходимости давайте переключимся на страницу counter и посмотрим что у нас здесь вот есть какие-то буквы давайте запустим и покликаем как вы видите здесь написано и что есть кнопка и по клику вызывать вот этот вот метод который будет увеличивать счетчик на 1 изначально он равен 0 это очень чудно и замечательно очень сложная сложность так сказать но теперь давайте попробовать этот каунтер текст на этой странице в параграфе покрасить в красный цвет для этого нужно сделать следующее во первых я должен создать новый файл который называется counter.razor.css сейчас вы видите магию здесь я напишу ну пусть у меня все как вы понимаете все параграфы которые есть в моем приложении будут и красного цвета я запускаю приложение я клику на странице counter ну и как вы видите у меня параграф на в компоненте counter окрасился а все остальные параграфы как вы видите они абсолютно не крашены то есть если заглянуть теперь во внутрь из чего это состоит то смотрите у нас ну во первых специальным образом сформировался класс сейчас попробую до него достучаться вот смотрите вот так вот виднее лучше всего то есть bundling он работает на самом деле и посмотрите в каком он классе лежит помните я говорил в предыдущей версии про blazer app exercise.style.css то есть этот файл он генерируется самим blazer и собственно говоря в него вот таким вот образом сформировался только дочерний вот этого компонента css стиле самом деле очень удобно ну и давайте теперь поговорим про другую штуку давайте поговорим немножечко про байндинг будем делать это тоже здесь же ну во первых давайте сделаю чтобы на глаза не резало пусть будет грей и на самом деле я хотел просто показать давайте предположим что у меня есть какой-нибудь класс я создам папку который называется модул создам класс персом общеизвестный и теперь в этом персом создан свойство которое будет string и first name ну я думаю этого достаточно ну для при порядка давайте еще сделаем last name не вот в общем что хотел показать я хотел показать следующее во первых байдинг здесь сделать можно я имею в блейзере можно сделать двумя способами но во первых я не буду делать отдельный view model для страницы counter собственно говоря мне главное показать как это можно забавить ну во первых нужно использовать edit form компонент который является блейзером во вторых нужно в этот edit form привязать модул который моем ферс и в моем варианте будет персом это название instance и для этого мне нужно создать правит персом по образу и подобию назовем название в смысле назовем instance и теперь он давайте оверо это здесь у нас есть он из и не шалайзит мы скажем что у нас пирс он равен new ой new person ну и пусть он будет какой-нибудь там властные ну конечно же наш общеизвестный знакомый и все сны ну как же без него нет давайте его правильно зовем вот так и теперь собственно говоря мне нужно буду эту форму добавить компонент который называется опять же он сейчас встроен уже в blazer называется input текст мой input текст и здесь указать в элью привязку от к этому самого персона но пусть будет классным и пусть будет все сны на конечно я также написал как сказал но и теперь мне нужно сделать привязку с двух сторон то есть мне нужно указать байнд и здесь нужно сказать байнд ну а чтобы мы могли наблюдать эти свойства давайте здесь сделаем какой-нибудь давайте сделаем параграф и в нем покажем ну вот так вот спан здесь мы скажем что у нас есть person first name и person last name давайте запустим приложение открываем каунтер у нас есть суходричев и в лампе ой с фамилия печатка но ничего страшного обратите внимание давайте я сейчас как раз исправлю на букву в и как вы видите никакого изменения сейчас нету но как только я покинул вот эту колоду input то сразу же изменения прилетели в саму сущность ну и собственно говоря здесь я буду писать выходить из нее и вот таким вот образом работает привязка что же касается он property change так называла события то это делается смотрите input текст не поддерживает property change этот ивент поэтому допустим для last name я заменю его на стан ну конечно это не так делается я видимо не до конца скопировал скопируем до конца я закомментирую и сделаю по образу подобию как это было раньше то есть я напишу input я напишу value я напишу кто там у нас person и там я выбирал все снова давайте теперь классные ну этого мало но этого мало по той причине что мы сейчас сделали перевязку в одну сторону то есть input теперь получит значение last name но это будет одноразовое давайте запустим покажу вот он наш господин суходрищев я делаю изменения выхожу ничего не происходит то есть привязка в одну сторону то есть фамилия записалась и больше ничего чтобы изменить это поведение и сделайте вот таким же как она быль было в предыдущем варианте то есть вот в этом нужно здесь сделать реальный бандинг то есть связку 200 двухстороннюю на ту вей так называемый сейчас я запущу давайте без дебага запущу нам принципе дебаг здесь не нужен поэтому control f5 поэтому запустилась быстрее и смотрите я меняю на правильную фамилию выхожу и как вы видите бац и все поменялось все круто красиво но надо сказать что если убрать отсюда в элью и запустить снова то это тоже будет работать надо понимать разницу когда вы используете просто баинт без тире в элью то вы делаете оверайт на байн тире в элью ну то есть вот я убираю выхожу да все изменилось таким образом получается что вот этот байнт и давайте так вот скопирую и байнт в элью вот это вот он больше секунду баинт что такое и вент равен он чем короче вот эти вот баинт чуть я неправильно написал в элью вот так вот баинт в элью и байнт в элью и вент он чем они идентичны вот этой записи когда вы просто делаете где она вот он баинт то есть вот это оверайт на эту сопротивились переопределением от этого названия вента на он чем давайте я запущу и покажу что это действительно работает переключаемся в каунтер пишем сюда букву хоп вышли видите изменилась и там и там пишем здесь хоп вышло общем работает но что если я хочу что у меня в процессе написания меняли сразу и здесь и здесь то есть как бы было он property change для этого проще сделать это все простого и написать он input давайте запустим покажу что она работает и так смотрите я начинаю здесь печатать и одновременно пока я печатаю и там и там обновляется данные а здесь не обновляется пока не выйдут но и в этой конструкции тоже имеет место быть тоже он input но здесь нужно написать тогда баинт 2 и . да что ж ты зараза подставляешь 2 и . и написать event и соответственно написать он input теперь я запущу это еще раз переключимся в каунтер давайте здесь я напишу давайте я здесь напишу в общем как видите все работает так давайте не будем убежать суходрищего вот его правильная фамилия ну в общем я думаю что что понятно надо понимать что вот это вот команда является оверайдом для вот это то есть вот это это вот вот это вот как бы внизу в глубине но в общем вы можете использовать и то и другое просто более глубокий команды дают более более серьезные дополнительные обработчики в некоторых вариантах а кстати а в некоторых ну в общем не будем об этом давайте посмотрим следующих сериях а на этом пока все давайте я с вами попрощаюсь пишите комментируйте будем дальше изучать а